Любовь к небу это навсегда. Как гласит поговорка, летчиками не становятся, ими рождаются. Дмитрий Греков из поселка Черноморского всю жизнь занимался автоспортом, является председателем регионального отделения Российской Автомобильной Федерации и кандидатом в мастера спорта по ралли. Но все время он смотрел на небо и думал о полетах. В один момент решился, сдал экзамены и получил допуск на управление самолетом. Я Греков Дмитрий Васильевич, 58 лет мне уже, скоро уже и на пенсию думаю, но вот на старости лет, можно сказать, занялся я вот таким самым своим любимым занятием, о котором мечтал всю жизнь. Это вот полеты, небо, моя мечта вот все-таки реализовалась, но только на старости лет. Я не профессиональный летчик, я отучился на частного пилота, это было в 2009 году, сдал экзамен и получил пилотское, и теперь вот уже 10 лет с небольшим уже летаю. Однажды поднявшись в небо, Дмитрий понял, что влюбился. Он принял решение о покупке самолета и строительстве взлетной полосы. На этом самолете можно делать туристические прогулки. Ну, очень красиво в небе. Вот мы сейчас поднялись на 300 метров, это допустимая высота, на которую мне дали разрешение в данный момент летать. На 300 метров открываются очень красивые пейзажи. Наша гора Сибербаш, ее с высоты птичьего полета очень красиво наблюдать. Ну и вообще, вот этот весь каскад наш гор, который идет вплоть до моря, если в хорошую погоду, в прозрачную такую, в звонкую, прозрачная погода, мы ее так называем, то, в принципе, на определенную высоту, чуть-чуть подлететь ближе к горам, можно море увидеть. Если летчик больше двух недель не управлял самолетом, то следующий взлет он должен провести с инструктором. По безопасности выполняем эти нормы. Я попросил своего товарища и друга, и наставника, и инструктора, чтобы он со мной, и мне как-то уверенно было, и все хорошо. И вот Карлен оценил, так как я пилотировал в данный момент самолет. Ну я оценю ее вообще высшим баллом. Ты все сделал грамотно, правильно, как положено, эксплуатируешь грамотно, это очень важно. Полет – это чувство свободы, радость и незабываемые ощущения. Однажды красоту родного поселка, гор, лесов и рек стоит увидеть своими собственными глазами. Редактор субтитров А.Семкин